В минувшие выходные в Хибинах впервые с 2016 года состоялся межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «Дрозд». В этом году он посвящен 20-летию компании «Фосагра» и 20-летию движения «Дрозд Хибины». Это масштабное ежегодное мероприятие проводится в регионах присутствия компании «Фосагра», для которой этот проект – важное направление стратегии социальной ответственности. Традиционно мероприятие собирает участников из Череповца, Балакова, Волхова, Гировска и Апатитов Об открытии фестиваля и самых ярких его моментах расскажет Мария Савохина. Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «Дрозд» собрал в Хибинах 50 юных спортсменов из городов, где успешно работает и развивается проект компании «Фосагра». Место проведения выбрано не случайно. В этом году местное отделение отмечает юбилей – 20 лет с момента создания автономной некоммерческой организации «Дрозд Хибины». Сегодняшнее событие – это, безусловно, праздник для всех кировчан и апатичан. Это результат планомерной 20-летней работы, которую вела компания «Фосагра». И, создав, собственно говоря, 20 лет назад, сначала запустив на своих площадках проект «Самбо-70», а позже проект был трансформирован в проект «Дрозд». Действительно, он расшифровывается детям России, образование, здоровье и духовность. Проект был запущен инициатором запуска данного проекта, был основатель компании «Фосагра» Андрей Григорьевич Гурьев. Подарок организации в день юбилея – капитально отремонтированное здание. С этого дня молодежно-культурный центр «Дрозд» в Кировске – дом для юных спортсменов с просторными спортивными залами и современным оснащением. Это уже охват широчайший наших детей от детского сада до 18 лет. Это о многом говорит. Это говорит о том, что у нас больше становится мест, где детьми занимаются, где им преподносят. Там же у нас не только спортивное направление, надо понимать, но оно еще и образовательное. Это получается вкупе. Дитё наше любимое, оно воспитывается, оно тренируется, готовится к дальнейшей жизни. А ведут ребят к их первым победам опытные наставники под руководством руководителя Хибинского отделения движения «Дрозд». Наталья Миртова в этот день получила, безусловно, заслуженную награду. Свидетельство о присвоении с вами почетной работе Косада и вручении золотого памятного знака Миртовой Натальи Юрьевне. Директору «Дрозд». Директор «Дрозд». На три дня участники фестиваля погрузились в атмосферу праздника. А началось все сразу после торжественного открытия. На двух этажах ребят ждали увлекательные образовательные площадки. Юные борцы, например, получили уроки от выпускников отделения самбо «Дрозд Хибины» Даниила Кощуга и Руслана Пушкарева. Увлекательная игра по правильной сортировке мусора. Мастер-класс по созданию броши из природного материала. Знакомство с оружием времен Великой Отечественной войны. Научные опыты, интересные эксперименты и многое-многое другое. О том, какую программу подготовили для юных дроздят организаторы фестиваля, расскажем в следующих выпусках новостей. А пока другим темам.